Дамы и господа, гости сегодняшнего открытия. Приближается лучшая часть вечера, а именно процедура торжественного открытия в Искусе. Поэтому я попрошу всех... Главное, что хочется сказать, что Ларис Вишев нам не чужой человек. Он причастен к жизни киностудии, он ходил по этим же коридорам, мы видели его лицо регулярно. И, может быть, потому... Киностудия вообще особое место нам, наверное, потому здесь так хорошо и комфортно, что до нас здесь было много-много-много-много разных интересных и творческих людей. Они все время что-то делали, о чем-то думали, как-то дышали. И вот на этом надышанном месте оказалось, что очень легко и органично возникает галерея. Хотя, как многие здесь, может, помнят, это всего лишь кусок огороженного холла. Когда-то здесь был бетонный пол, окна и входная группа. И благодаря вот таким... Удивительно, сколько людей творческих, екатеринбургских, так или иначе были с этим зданием и этим процессом связаны. Куда ни копни в советское время, а очень многие художники были причастны к кино, занимались кино, что-то пытались сделать, строили декорации, как-то кормились вокруг и рядом студии. И это ощущение возникает, когда начинаешь этим заниматься, что это айсберг огромный. Чуть копни, чуть-чуть сверху только макушечка покажется, а остальное там столько еще скрыто. Как вот и с Борисом Львишевым это произошло? Благодаря усилиям Оксаны Черкасовой вдруг начали появляться какие-то материалы. Сначала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще капельку. И вот когда уже верхний план вскрылся, оказывается, там еще столько всего осталось. Вот и сегодня нам приносят и батики, которых в глаза мы не видели совершенно. Вообще, эта выставка удивительна тем, что она производит впечатление авторства разных людей. Настолько разные стили, направления, темы. Ухватки, какие-то приемы использовал этот человек, Борис Филисович, что неготовый и не читающий, не прочитавший людей, спрашивает, это один человек, читая этикетки? И приходится уверять, что да. А если бы мы еще показали и то, и это, и то, что наш небольшой зал, в общем-то, не вещает, потому что за бортом остались какие-то скульптурные эксперименты, и еще многое чего, то вы были бы еще более удивлены, так же, как и мы, наверное, в свое время. Я хотела бы предоставить слово Эдуарду Артуровичу, директору нашей галереи, который тоже хотел бы сказать славу слов. Здравствуйте, я рад всех видеть. Я понимаю, что здесь все хорошо знали автора. Для нас это открытие, как художник, он был нам известен, деятель кинематографии, мультипликации, то есть не знали художника Риса Вишева. И это для нас очень интересно именно и потому, что на стыке каких-то жанров, на стыке интересов всегда возникают какие-то интересные формы, интересные художественные проявления. Что еще хотел сказать? Я надеюсь, что пришло время, чтобы познакомить именно широкую публику именно с художником Борисом Вишевым. Наши потоки людей проходят. Мы надеемся, что сыграем такую образовательную функцию и познакомим людей с героями нашего города. Пока я не вижу незнакомых людей, которые бы не знали, но я надеюсь, что они будут и посмотрят эту выставку. Спасибо тем, кто не испугался снегопадом. Поскольку у нас здесь немного, есть шанс услышать что-то о каждой работе. Самое интересное началось для меня, когда мы начали делать экспозицию, расставлять и писать этикетки. Вот человек, Оксана Леонтьевна, благодаря чьим усилиям все и состоялось, стал рассказывать мимоходом. А, этот кролик так мимоходом студентам нарисовал, он что-то объяснял, проще было нарисовать. А это вот по такому-то поводу, это по такому-то... И это было самое интересное. Я надеюсь, что вам достанется часть этого рассказа сегодня. Я даю слово Оксане Леопровне. Во-первых, спасибо Леопровне, что нас приютили. Я вам хочу сказать, что это только маленькая-маленькая доля... Вон пришли киношники. Маленькая-маленькая. Здравствуйте, Гарри Александрович. Вот пришел в студии снега. Вы, пожалуйста, издевайтесь вот здесь. Сейчас. Ну, очень здорово. Давайте-давайте походите. Что я могу сказать? Вам спасибо, и эту выступку по крупицам пришлось собирать. У родственников, у знакомых, друзей, знакомых, друзей и так далее. Гарри Александрович, да проходите уже. Наташа. Бывай. Ну, тут уже все правильно сказали, что Борис пробовал себя во всех великорствах. Тут еще нет, у него и батика много было, он пробовал заниматься. Очень интересно у нее работать. Вот пришли. Его тетя привезла сегодня еще две чудесные работы, неоформленные. Может быть, добавим потом к этому. Что еще он делал? И мозаики. И все халтуры, которые когда-то делали всеми архитекторами, тоже. Алик Белик ему помогал, я чувствую. Тут он помнит все эти оформления ресторанов, чеканки. И все. У него чудесные были архитектурные проекты. Как мне сказали сейчас архитекторы, он на несколько десятков лет перешагнул все технологии, поэтому этого невозможно было построить. А сейчас бы, может быть, и можно было. Но вот они, их здесь нет. Зато здесь есть кино. Я не знаю, вот есть ли смысл.